Что такое стаи бродячих собак, не понаслышке знают во всех дачных посёлках Блаковского района. Например, на улицах Зелёная роща и Дорожная, что ведут на Старую пристань, десятки брошенных псов гуляют по дороге. У некоторых из них есть хозяева, но большинство товарищей по стае уже дикие. Их с каждым годом всё больше и больше становится. Взбиваются в какие-то стайки, кучки, которые уже начинают с людей даже требовать еду. Женщины боятся иногда ходить. Кошек каких-то гоняют, я так понимаю, рвут. Потому что бывает, идёшь и смотришь, кровь на дороге. После дачных сезонов на участках порой оставляют нелюбимых питомцев, которые потом вынуждены примыкнуть к стае и добывать еду всеми способами. И чтобы пищей для собак не стал человек, необходимо, наконец, обратить внимание на проблему, а не только говорить о необходимости её решения. Я так думаю, что надо заниматься всё-таки этой проблемой, потому что она с каждым годом всё хуже и хуже становится. Стерилизовать, может быть, их, может быть, какие-то приюты более большие. Потому что я читаю, что приюты бывают в городе у нас. Ну, видимо, это очень маленькие. Так оставлять нельзя на самотёк, потому что сейчас они одичают, и будет очень опасно, людей начнут детей кусать. Официально отловом бродячих собак в Балаковском районе никто не занимается. Уже много лет на контракты по содержанию таких четвероногих никто не заявляется. Поэтому шанс попасть в комфортную среду у брошенных псов совсем небольшой. Брать домой дворняжек никто не хочет. А приюты, организованные волонтёрами, слишком малы для всех бродячих собак. Здесь выхаживают тех, кто попал в беду и не сможет выжить на воле. Мы берём животных, которые нуждаются в помощи. У нас нет других. У нас в основном аварийные животные. Мы их потом восстанавливаем. Кто-то под машину попал, с кем-то ещё что-то случилось. В общем-то, помогают нам только добрые люди. Такой приют для собак – мечта с детства. Поэтому Ольга обустроила территорию для питомцев, как только появился собственный участок земли. Вместе с другими волонтёрами она лечит, выхаживает, кормит собак, чтобы они забыли, что люди были к ним жестоки. И привыкшие к ней питомцы всегда ждут свою хозяйку, которая никогда не забывает угостить их чем-нибудь вкусненьким. У нас их много. Около 40 собак здесь. Уходит полтора мешка, 15 килограмм и ещё половина. 20 килограмм корма на день. Как человек, сопереживающий животным, Ольга знает. Вопрос с бродячими собаками в Балакове уже выходит из-под контроля. Ей очень часто к дверям приюта приносят коробки с малышами-щенками, которых могло бы и не быть, если вы к решению проблемы подошли осознанно. И начать можно с малого. Хотя бы прекратить размножение. То есть собаку взять, простерилизовать, повесить ей на ухо клипсу. Люди будут знать, что собака стерилизованная. Если собаку нельзя пристроить, её можно отправить на то место, где она жила всегда. То есть вот и всё. То есть не будет размножения. Они не будут сбиваться в стаи, потому что не будет течных собак, рядом не будет кобелей. То есть всё спокойно. Поэтому идею о строительстве большого приюта в Балакове Ольга Фадеева поддерживает на все 100%. Уже сейчас инициативная группа, в которую вошли представители бизнеса, некоммерческая организация и зоозащитники, обсуждает проект и ищет возможность реализовать его.